Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Люди, которые еще не начинали инвестировать, они делятся постоянно со мной своими страхами, говорят, ну как же так, но если я только начну инвестировать, акции ведь могут падать. И вы знаете, что происходит, когда люди начинают инвестировать? Практически со стопроцентной вероятностью акции начинают падать. Почему это происходит? Причины абсолютно естественные. Давайте я покажу вам сейчас очень характерно, ну прямо на живом терминале я покажу вам, как все это происходит и почему этого не надо бояться. Посмотрите, вот живой терминал, вот мой портфель акций на российском рынке. И вот акции Аэрофлота. Сейчас я увеличу их, значит график. Вот, просто я недавно рассказывал о том, что, ну, акции Аэрофлота должны вырасти. Почему? Потому что, посмотрите, они вырастали в свое время, вот здесь они в 2016 году, они росли очень здорово, выросли до максимума в июле 2017 года, но потом болтались немножечко и пошли вниз где-то с августа, с конца августа 2017 года. Они, в общем-то, начали полномерно опускаться. Весь 2018 год акции Аэрофлота падали, они опускались. И в 2018 году они опускались. И вы посмотрите, вот они практически упали до, уже ниже некуда, до 90 рублей за акцию. До 90 рублей за акцию они упали в августе, в октябре 2018 года, совсем недавно. И с тех пор они, ну, подросли, оттолкнулись, потом опять, значит, задержка небольшая. И потихонечку они, я считаю, что Аэрофлот никуда не денется. И акции Аэрофлота будут расти. Тем более, что сейчас нефть дорожает, все становится лучше. Наконец-то, может быть, люди начнут больше летать, депрессняк когда-то закончится. И, соответственно, все пойдет на улучшение. Ну, вот вы видите, это недельный график. Вот здесь вот август 2018 года. Вот они с августа 2018 года перестали падать, несмотря на то, что не сезон. После августа сезон закончился отпускной, но акции перестали падать. И я думаю, что где-то весной акции будут расти. Ну, вот такие соображения я как-то высказал на своем канале в одном из видео. Я сказал, что купил акции. И один из моих зрителей говорит, слушай, я купил акции Аэрофлота, они тут же упали. Они тут же упали. Давайте посмотрим на график, вот четырехчасовой график. Вот где-то вот здесь он, например, купил акции, и они тут же упали. Ну да, упали, потому что акции, естественно, видите, они то растут, то падают, то растут, то падают. Но после того, если бы, например, вот здесь кто-то купил акции, то, в общем-то, они растут, ну да, падают, но они все равно в плюсе. Поэтому надо просто дождаться, когда акции сильно вырастут. И вот так вот просто вот. Дело в том, что акции мы покупаем надолго. Посмотрите еще раз на недельный график. Сейчас акции находятся на очень, я считаю, привлекательном уровне. 100 рублей за акцию. Теперь посмотрите вот сюда. Вот могут акции вот до этого уровня вырасти. Но вы видите, что они были и выше, они были выше 200 рублей за акцию. То есть в два раза выше были. Но даже если они вырастут, вот скажем, до 140 рублей, даже если они вырастут не за год, а за два, то это будет означать рост вашего актива на 40% за два года. Если они вырастут за год, то это будет означать рост вашего актива на 40% или на 50% за год. Вот сравните это с доходностью на депозите, на банковском. И я вам очень, ну, как бы рекомендую, чтобы побороть этот страх, например, положите, скажем, ну, грубо говоря, там 50 тысяч рублей в акции Аэрофлота и положите 50 тысяч рублей в банке на депозит. И увидите, что будет впереди. Я вам гарантирую, что Аэрофлот опередит депозитную доходность. Ну, просто вот, ну, к бабке не ходить. Но риски есть того, что он упадет дальше. Он до нуля может упасть. Аэрофлот запросто может обанкротиться. Не так ли, да? То есть самолеты перестанут летать, люди перестанут летать, Аэрофлот банкрот и так далее. Может такое быть? Ну, теоретически, конечно, возможно. Все возможно. Какие проблемы? Вряд ли это произойдет. Ну, сейчас можно, так сказать, как бы я могу показать вам вот весь свой портфель в акциях, которые в основном они куплены по рекомендациям, ну, либо мои какие-то личные предпочтения. Аэрофлот, в общем-то, были рекомендации. Агра, РусАгро, компания сельскохозяйственная, да, были рекомендации. Башнефть, рекомендации были. Детский мир давно рекомендует. Он давно не рос. Вот сейчас начал расти. НЛ России. Да, в минусе он у меня сейчас. Аэрофлот, да, в минусе. Агра в минусе. Башнефть в минусе. В минусе. У меня акции вот этих компаний, видите, в минусе. Вот, соответственно, Газпром я купил. Почему я купил Газпром? Потому что я считаю, что Газпром южный поток построит, северный поток-2 построит, и после этого акции начнут расти. Окончание строительства планируется на конец этого года, поэтому я жду роста акций Газпрома через год. Лукоил уже давно растет. Вы видите, он в хорошем-хорошем плюсе. Ленэнергопрефы. Только что я выставил заявку на покупку… А, она уже сработала. Вот. Я в эфир только что выходил на Фейсбуке, показывал, что я вот прямо сейчас поставлю заявку на покупку Ленэнерго. Вот она сработала. Вот. Здесь я увеличил немножечко свою позицию у Ленэнерго. Вот. Мегафон. Мегафон вообще шикарная компания. Давайте на нее посмотрим. Посмотрите. Вот была рекомендация купить, потому что Мегафон выкупает свои акции. И вот на этом деле я воспользуюсь инвестиционной идеей. Купил Мегафон аж на 10% от портфеля. Вы видите. Они выросли здорово, а потом вот они вот себя вот так вот ведут. Посмотрите. Они вообще стабильно, но стабильно растут. Вот эти две красные линии означают, что если пересчет нижнюю линию, так называемая стоп-заявка о том, как их ставить, я рассказывал на своем курсе биржи для чайников. А это take profit заявка. То есть если пересчет вверх, то зафиксируется прибыль. Вот. И таким образом я эти линии потихонечку вверх веду. Поэтому я ни в коем случае уже не потеряю на Мегафоне. Вот. Ну, 1700 у меня в плюсе на Мегафоне. Небольшая сумма, конечно. Мосбиржа. Опять же, рекомендации по Мосбирже были купить акции Мосбиржи. МТС. Посмотрите, 1415 прибыли. Очень долго акции компании не росли, но потом пошли в рост. Просто сидел и ждал. Посмотрите полюс. Полюс – это золото добывающая компания в основном. Там же и алмазы есть, и, по-моему, редкоземельный металл у них тоже есть какие-то. Вырос на 5000 рублей. Это на 25% или на 30%. Очень хорошая компания. Она уже выросла. И сейчас, если она упадет, немножечко, так сказать, там, ну, не страшно, она же не сильно упадет. Понимаете? Стоп-заявочку поставил, и ладно. Вот. Распадская. Распадская. Ждем роста. Уже больше года ждем роста. Они выросли, они опускались до, сколько там, до 90 рублей за акцию. Сейчас 132 рублей за акцию. Ну, ждем роста там до 160 где-нибудь за акцию. Сбербанк. Давайте посмотрим на любимый наш Сбербанк. Сбербанк в прошлом году вырастал аж до 280 рублей за акцию. Вот. Посмотрите. Вот здесь вот 280 рублей за акцию был на максимуме в прошлом году. Но потом санкции вот здесь вот в октябре месяце были, насколько я помню, да? Ой, в апреле. В апреле месяце санкции ввели. И, собственно, Сбербанк упал. С тех пор он, значит, приподнимался немножко. Потом еще санкции вводили, потом еще, значит, пытались УФЗ запретить. Я на минимуме взял где-то Сбербанк. Не помню, где его взял. Но я взял по 182 рубля за акцию. Сейчас они стоят 216 рублей за акцию. Значит, соответственно, так, поскольку... Ой, по 180 я купил акции. По 180 рублей за акцию я приобрел. Вот. Сейчас 216. То есть на 36 рублей акция выросла. Это получается... Ну, на 16% она уже выросла за... Ну, если я брал ее в октябре, а я брал не в октябре, я брал примерно вот здесь, на самом деле, в ноябре. 16% за... Так, вот здесь октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот сейчас за 4 месяца 16%. 32% годовых. Сравните с доходностью депозита в том же Сбербанке. Лучше быть совладельцем Сбербанка, чем вкладчиком. Потому что вкладчиков... То есть вот у вас есть наверняка вклад в Сбербанке. Так вот, вкладчики нужны для чего? Чтобы их доить. Кто доит вкладчиков Сбербанка? Акционеры. Будьте акционерами, а не вкладчиками. Будьте не теми, кого стригут, а теми, кто стрижет. Сургутнефтегаз. Это компания, которая привели Сургутнефтегаз. Очень компания с огромным количеством кэша. Нет долгов. Компания близка к Путину. Вот. Ну, все хорошо там, на самом деле. Банк ВТБ очень сильно падал из-за санкций. Много больше, чем Сбербанк. Были рекомендации купить его уже наконец-то. И я купил, ну, я купил, видите, 0,38% от портфеля. Почему? Потому что, ну, не нравится. Просто не нравится. Чисто личное отношение к этому. Вот. Костин конкретно мне не нравится. Председатель ВТБ. Вот. И вообще я к банкам не очень хорошо отношусь. И компания Яндекс, наконец, у меня в портфеле. Вот. С Яндексом как раз все хорошо. В Яндекс я верю. Яндекс растет. Была рекомендация продать Яндекс. Вот где я его купил. Была рекомендация, что уже пора продавать Яндекс. Ну, я считаю, что он еще подрастет. Я его не стал выводить. Яндекс, кстати, одна из компаний, которая не платит дивиденды. То есть на дивиденды здесь рассчитывают пока не приходится. Яндекс вкладывает все время в какие-то новые проекты, новые технологии. Вы знаете, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда есть. И со всего этого Яндекс получает деньги. И Яндекс есть во всем мире. Я, как-то мы бродили по Стамбулу, мы там заблудились в Стамбуле. Я подошел к туркам, показал адрес, куда мне надо. Они, значит, открывают свой смартфон и, значит, тыкают. Я смотрю Яндекс. Яндекс в Стамбуле мне помог найти дорогу к моему отелю. Вот такая компания. Ну, просто вот, опять же, личные отношения, наверное, и все. Ну, вот вы видите мой портфель. Я рассказал вам, почему я купил. И я призываю вас побороть все эти страхи дурацкие и начать, наконец, инвестировать. Потому что это надо делать. Потому что инвестиции – это хорошо. И вы видите, что инвестиции дают доходность намного выше, чем доходность на банковском депозите. Доходность на банковском депозите, может быть, чуть-чуть опережает инфляцию. А вот как раз на фондовом рынке опережение инфляции значительное. Там 20, 30, 50 процентов вы видели, смело можно получить. Поэтому это выгодно. Вот, надо просто побороть в себе страх, незнание. Но с незнанием как бороться? С незнанием бороться обучением. Как раз вот именно этим я и занимаюсь. Сейчас вы видите ссылочку на, там вот, буквочки И, биржа для чайников. Если вы наведете мышкой на значок И, там выскочит меню, биржа для чайников. Зайдете туда. Сейчас как раз происходит новый набор. 25 февраля начнется новый живой курс биржи для чайников. Он будет проходить в онлайне в течение месяца, три раза в неделю. По два часа каждое занятие с 17 до 19. Понедельник, среда, суббота. В течение месяца. Ну, там может быть чуть больше. В течение месяца. Если вы в начале были полные чайники, то в конце курса я вам гарантирую, что вы будете разбираться о том, как купить акции, как купить облигации, какие купить, значит, люди. Мы постоянно общаемся и потом, потому что все люди подключаются к чатам бесплатным, чтобы задавать вопросы. И есть чат, в котором мы делимся инвестициями и успехами. И мы все общаемся. Очень хороший, так сказать, круг общения. Курс происходит в онлайне, в специальной программе. И есть люди, которые говорят, мне неудобно. Очень много таких людей, очень-очень много людей, которым неудобно время с 17 часов до 19. Но это время обусловлено тем, что я показываю все это на живом терминале, вот как сейчас вы видели. Живой терминал подключен к бирже. Биржа, фондовый рынок заканчивает работу в 18 часов 45 минут. Поэтому время строго оговорено, строго обусловлено. 17 часов. Очень многим это неудобно, многие на работе в это время, поэтому по многочисленным просьбам я сделал вариант заочный. То есть я для тех, кто вживую может заниматься, провожу занятия. Запись этого занятия подключается в общий плейлист. И доступ заочники имеют к этому общему плейлисту немедленно после, ну не то, что немедленно там, после небольшой обработки. Такой же доступ. Те же самые вопросы можно задавать в тех же чатах, но только в заочном варианте. Вы можете смотреть эти занятия тогда, когда удобно вам. А не тогда, когда они происходят на самом деле. Вот, поэтому, друзья мои, еще раз, значит, вот там вы видите значочек «И». Нажмите, там выскочит окошечко «Биржа для чайников». Нажимайте, записывайтесь и становитесь уже инвесторами. Потому что это, ну, это ваше будущее. Вы точно сможете создать источники пассивного дохода. Это круто, ребята. Спасибо за внимание. Поставьте лайк. С вами был Демятков Юрий. До встречи.